Всем добро, с вами я, Сестрасти УПРО, и это очередной день выживания в хардкорном режиме. Это уже третий день. Поскольку под предыдущим видео вы мне не написали, что мне нужно сделать, остаться в этой деревне, либо идти путешествовать дальше, я решила принять самостоятельное решение, надеюсь, вы за это на меня не обидитесь. Я решила все-таки в этой деревне не жить, ну, не нравится она мне, эта деревня, она немножко бедноватенькая. И сегодня я решила все-таки отправиться чуть-чуть подальше. Может быть, я найду более подходящее место и начну уже там свое выживание. Ну что, сегодня третий день, осталось совсем ни о чем, осталось всего лишь без этого дня 98 дней. Ну да, это совсем-совсем чуть-чуть. Но понятное дело, что до Майнкрафт Лайфа осталось, конечно же, намного меньше дней. Кстати, кто ждет в этом году Майнкрафт Лайфа, обязательно поставьте лайкосики под этим видео. Я-то обязательно поставлю, поскольку я его, конечно же, жду. Я надеюсь, что это будет такое, конечно же, событие очень фееричное и масштабное. Но, судя по трейлеру, который вышел, как бы анонсировал уже это мероприятие, мне кажется, что все-таки в этом году будет Майнкрафт Лайфа самый такой топовый, грандиозный. Ну и, скорее всего, наверное, компания-команда Монжанг, они нам принесут какие-то сюрпризы. Наверное, будут достаточно топовые такие изменения. Ну да ладно, немножко я отвлеклась. Все-таки, смотрите, давайте. Я не знаю, была в какой я стране, в какой я не была. Я вот, честно, уже не помню. Но я надеюсь... Так, а что тут? Там, скорее всего, находится пещера капельного камня. Ну, что-то какой-то непроходимый лес. Не вообще-вообще. Я, кстати, была в этом лесу или не была? Напишите мне в комментариях по данному видео. Что-то я не помню. Мне кажется, как будто в этом лесу я не была. Я имею в виду, иду ли я в правильном направлении. Или, как обычно, я начинаю ходить кругами. Да, по-моему, я начинаю ходить кругами. Опять это еловые биомы. Еловая деревня там, наверняка. Значит, мне нужно двигаться все-таки туда, прямо в том направлении. И, скорее всего, ну, наверное, там что-то будет. Ну, что, волк? Ну, что ты на меня так смотришь? Да-да, я вот третий день выживаю в хардкорном режиме, понимаешь? Да, и вот. Я никак не могу определиться с местом своего проживания. Конечно, мне уже, конечно, нужно найти где-то стоянку, я не знаю, свой собственный уже ковчег, где я должна уже развиваться. А пока я не могу никак определиться. Хожу я опять кругами. Ну, да ладно, давайте, может быть, даже если вернусь в еловый лес, я пройду через чащу елового леса. И все-таки выйду куда-то, наверное, напрямки. Странно, что не попадается никакая пещера. Хотела бы я, конечно, нарубить просто так какого-нибудь железа. Бывает так, что вот гуляешь, гуляешь по миру Майнкрафта, и тебе хобана попадается железо. Наверное, вот уже я вышла на ту площадь, там, где я, скорее всего, еще не была. Поэтому неизведанных мест в мире Майнкрафта, конечно же, немерено. И ходить здесь можно очень долго. И поэтому, друзьяшки, давайте все-таки, наверное, сегодня третий день я постараюсь определиться, наверное, все-таки с тем местом, где я уже, ну, точно начну свое выживание. То есть я уже обустроить, буду свой домик обустраивать. Я уже выкупаю пещеру и тому подобное. Ну, да ладно. Так, давайте я переплываю эту реку. И надеюсь, что там меня ждет светлое будущее. Я надеюсь, что там ждет меня топовая деревня с жителями, где я смогу, ух, как хорошо выжить. Быстро наступает голод, и уже, блин, как бы не наступила ночь. Хотелось бы мне уж что-то сегодня полезное точно совершить. На самом деле, прям вот нереально быстро проходят дни в мире Майнкрафта. И прям вот только вот заходишь в Майнкрафт, что-то там такое минимальное делаешь. И уже наступает ночной режим, как-то это все быстро-быстро идет смена эпизодов и биомов тоже. Но пока сплошной как бы лес, березовый лес. Больше я ничего такого не наблюдаю интересного. А вот интересно было бы, конечно, найти пустыню. Да, я бы хотела, конечно, в пустыне. Можно вполне пожить тоже в пустыне. Там тоже достаточно такое топовое место. Хоть и, может быть, в плане выживания немножко там будет сложновато. Но, по мне, для разнообразия почему бы и нет. Так, что здесь? Что, что, что? Здесь ничего такого особенного нет. Ладно, пробегаю я дальше. Вот такой вот у меня сегодня спринтерский какой-то марафон. То есть я вот просто бесконечно бегаю. И пытаюсь что-то тебе себе найти годное. Опять еловый вот этот вот биом. Ну, плохо то, что он, скорее всего, конечно же, бесконечный. Я не знаю, то ли это тот опять еловый биом вернулся. Я опять в эту деревушку. Где-то она там, возможно. То ли это абсолютно другой. Но мне уже без разницы. Давайте все-таки я, я, я здесь уже пройду. И сегодня, наверное, ну, все-таки нужно определиться с местом. Возможно, даже, может быть, это... Проживу я сегодня еще один день. Я не знаю, потому что, ну, я хочу уже прям вот просто реально сегодня определиться с местом проживания. Как я уже говорила, еловый биом с одной стороны, как вариант, он, конечно, неплохой. То есть здесь, ну, не очень такое огромное количество мобов, таких недружелюбных. Ну, и вполне можно здесь выживать. Для выживания этот биомчик подходит вполне. Но, по мне, немножко здесь будет скучновато. Вот когда наступит зима, реально зима, вот тогда я уже и буду выживать вот в подобном еловом биоме. Потому что это будет как нельзя вообще, кстати, актуально именно вот зимой. Потому что зимой хочется такого вот леса, елочки и все такое. Ну, а я пока бегу, и попадаются пещеры. Кстати, и попадаются-то мне пещеры такие себе. Я бы не сказала, что прям уж огромное количество пещер я встретила на пути. Да, то есть вот гуляю уже как бы третий день. И, ну, я бы не сказала, что прям уж вот супер-супер-пупер топовые пещеры мне попались. Хочу сказать, что попадается, ну, такое себе. Но, тем не менее, пока я бегу, лес какой-то прям вообще бесконечный, огромный. И уже, мне кажется, наверное, скоро будет закат. И солнце будет скоро садиться уже за горизонт. Нужно будет уже определяться. Так, давай, сестра, стиву про немножко шевыряй. Шевыряй, давай булками, да побыстрее беги. Так, еще один волк-волк, но приучить мне тебя нечем. Вот, кстати, пещера. Ну, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, наверное, в пещеру. В пещеру я пока, наверное, не пойду в такую уж прям вот большую. Ну, нет-нет-нет, пока еще нету. Нет у меня пока определенных каких-то ресурсов. И, ну, я не готова. И вот уже, по-моему, заканчивается еловый лес. И там начинает, кстати, вот опять та зимняя гора. Блин, ну, вот, вот, вот так всегда бывает. Вот, друзьяшки, вот, вот кто меня смотрит часто. Особенно вот провожу я стримы когда. И всегда так получается, что я хожу, 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 хожу. И по итогу, по итогу я возвращаюсь опять в то же место, блин. И в результате я в этом месте уже начинаю, ну, дальше уже прям просто жить и осваиваться. Кстати, здесь растет азалий и, скорее всего, там где-то в глубине, наверное, красивая, пышная, пышная, офигенская пышная пещера. Ну, да ладно, давайте все-таки я, раз я уже выбрала вот такое вот направление вперед, значит, я и пойду только-только вперед. И, то есть, в любом случае, давайте сделаем так, уже вот прям вот наверняка, а если мне сейчас на пути встретиться, ну, просто-просто та деревня, в которой я еще не была, то есть в этой деревне, ну, и мы начинаем свое уживание. Вот, все, вот, вот прям вот реально просто все, потому что уже вот бегать все 90, не, я, конечно, могу бегать все 98 дней по миру Майнкрафта, обследовать каждый биом. Ну, а что, давайте, кстати, реально такой вот, ну, типа челлендж, бегать 98 дней в мире Майнкрафта, ну, не 98, а, ну, полные-то, 100 дней. Чисто, чисто такой спринтерский бег по Майнкрафту ровно 98 дней и с какими-то уже максимальными ресурсами. Кстати, портал, я, я, я этот портал обследовала, не, никто, не, не, а, тихо, тихо, сестра Стиво Про. Кстати, давайте, давайте посмотрим, что там за портал, я, по-моему, там еще не была в этом портале, я и не видела, что это такое, но предварительно. Так, друзьяшки, смотрите, наступает уже ночь, но поскольку давайте я, я тогда две, две ночи, ну, два дня сегодня повыживаю, потому что, ну, я хочу уже определиться с местом своего проживания. Давайте быстренько я посплю и сделаем еще один день, вот, хоть я обещала каждую серию делать только по одному дню, но раз уж вот так вот сегодня именно вот сегодня так получилось, давайте я проживу еще, а, еще вот, ну, просто тупо один день и все, и уже дальше. Так, ну, что тут, ну, хотя, кстати, смотрите, железные самородки тоже неплохо, ну, хотя бы, хотя бы что-то, да, да, вот, хотя бы что-то, ладно, все, окей, хотя бы что-то. Все, давайте помчались, итак, третий день я прожила, и по итогу давайте я тогда проживаю еще, еще один день, вот, в общем, я проживу еще один день в Майнкрафте, это уже получится третий день и плюс четвертый день, и тогда уже в следующий раз уже будем развиваться, то есть сейчас я постараюсь опять же за день найти что-то годное, я, я надеюсь, я, уж за этот день-то я точно постараюсь что-то найти. Вот, я поднимаюсь куда-то туда, непонятно куда, но, наверное, все-таки нужно куда-то подняться наверх, потому что, потому что здесь больше никаких вариантов нету, поэтому давайте я, что я пойду наверх, буду осматривать территорию, что там наверху, будем двигаться вперед, я, в общем-то, люблю двигаться именно вверх-вперед, и мне это больше нравится, чем вот останавливаться там где-то на, на полпути, все, давайте, все-таки я поползла наверх, и посмотрим, посмотрим, заценим, ну, что там есть, а вдруг вот мне сейчас там повезет, и передо мной откроется такая классная, крутая деревня, где я уже прям вот остановлюсь и начнем уже выживать, и в следующей серии уже, наверное, ну, как-то можно будет уже сходить в пещеру, и уже продолжать, продолжать свое выживание, так, 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 я пока стараюсь откопаться наверх, ух, гора поход такая вообще высоченная, и, наверное, ну, не знаю, на какую высоту я сейчас залезу, координаты я не включила, вот, кстати, надо было включить еще координаты, координаты, ну, а потом, может быть, я включу координаты, но, чтобы не путаться, как бы, и перемещаться уже по координатам, будет намного удобнее, да, коровка, смотри, если ты отсюда спустилась, значит, здесь где-то есть какой-то таинственный проход, да, это огромная-огромная гора, и сейчас, 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 друзьяшки, максимально я заберусь на эту гору, я надеюсь, что все будет отлично, ух, а по-другому-то быть и не может, давай-давай, сестра Стюпро, не забываю, не забываю, что я в хардкоре, не забываю, не забываю, ой, ну, давай-давай-давай-давай-давай, хочется узнать, что же, что же там на этой горе, что тут на этой, на этой горе, ничего такого годного, а, чуть-чуть я не упала, ничего такого годного здесь особо-то и нет, Вот березовый лес, что-то, 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 конечно, такое себе, чуть неудачно я так вот прыгнула. Так, смотрите, там еловый лес, с той стороны вот эти снежные вершины, но по снежным вершинам я точно не хочу перемещаться, потому что там есть риск утонуть в этом порошковом снеге и что-то будет, мне кажется, такое себе. И что по итогу, опять по факту получается ничего, ну, Хрюха, давай найди мне нормальный биомчик, где я смогу уже выживать. Ну, пока ничего я не вижу, хотя вот впереди, по-моему, что, что, что там, ух ты, скорее всего, там какая-то огромная пещера с ресурсами. Впереди я вижу огромную ледяную гору, но на ледяной горе выживать тоже я что-то не очень, я не очень хочу строить там свой дом. Так, там какая-то пещера, ну, да ладно, я бегу дальше. В общем, по факту четвертый день, четвертый день моего выживания, а у меня опять ничегошеньки пока нету. Ну, да ладно, я пока еще не расстраиваюсь. О, кстати, смотрите, красиво, красиво, вот, вот уже, уже что-то такое открывается. Вот этот вот горный лук, ух, я обожаю подобные биомы, горный лук, цветочки, вообще обалденный такой пейзаж. Ой, мне кажется, вот самое классное топовое место. И неплохо бы, если бы здесь вот прям вот на вершине была бы вот деревня, расположенная такая огромная деревня. То есть, ну, блин, было бы круто, но, походу, деревни здесь, ну, конечно же, нету, нету, нету здесь деревни. Но сейчас пробегу я вперед и посмотрим, что же там впереди содержится. Ух, красота, красота, нереально красивые вот эти вот снежные горы. А внизу вот такая вот какая-то, я не знаю, какой-то обрыв. Ну, смотрится очень даже классно. То есть, даже здесь просто, ну, самостоятельно выжить, мне кажется, будет и то очень классно топово. Но я все-таки хочу, чтобы рядом была деревня жителей. Это мне не принципиально, но все-таки я, я хочу, чтобы вот, чтобы вот было именно так, чтобы кто-то рядом был со мной. И вот, ну, в общем, жителями не так оно скучно. Хотя жители иногда, они и бесполезные, поскольку среди них есть безработные жители. Так, смотрите, здесь огромный такой обрыв. Кстати, вообще топовое место. Огромный обрыв. Такие нереально красивые вот эти вот горы, холмы. Ну, что делать, что делать? Давайте я бегу все-таки вот по краю этого красивого луга. Красивые цветы. И, ой, мишки. Так, мишка, я надеюсь, ты меня там не будешь трогать. Ой, красиво, вообще красиво, нереально красиво. Так, сейчас аккуратненько я бегу. Но странно, все-таки здесь где-то все равно должна, наверное, быть деревня жителей. Ну, по факту, да, по факту уже как-то расположены. Кстати, я вот впереди вижу пост мародеров. Смотрите, смотрите, там впереди пост мародеров. И, скорее всего, наверное, где-то рядом деревня жителей. Вот это уже 100%. Блин, наступает голод, уже прям вообще еды у меня, кроме ягод, ничего. Хотя есть сырая еда, можно будет ее переплавить. Так, куда мне лучше пойти? В сторону поста мародеров? Как вы думаете, куда я вот в ту сторону пойду? Потому что, по-любому, если пост мародеров рядом, наверное, все-таки рядом должна быть, ну, по-любому должна быть деревня жителей, да? Потому что там вот за тем холмом, наверное, возможно, ничего нету. Все-таки я побегу вот в эту сторону. И давайте-давайте посмотрим, есть ли рядом пост мародеров. Ну, и это вообще классно. То есть, там, возможно, есть и лычек. Можно будет его спасти. И, ну, наверное, как-то можно будет с ним тоже уже пожить. Айти, аккуратно, аккуратно, страсти упро. И тут к посту мародеров нужно как-то аккуратно, аккуратно мне подойти. Ух, наступает голод. Хорошо, что у меня с собой есть ягоды. Вот такой вот топовый запас ягод. Ну, это тоже вполне вообще себе неплохо. Давайте-давайте все-таки я сейчас постараюсь обойти-обойти аккуратненько пост мародеров. Прям вообще по максималке аккуратно. Честно, прям вот немножко я боюсь. Потому что... Потому что у меня вообще нету ничего такого из оружия нормального. И что-то как-то немножко мне становится страшновато. Но удивительно, что... Ну, пост мародеров я вижу. А почему я не вижу деревни жителей? А где, 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 где деревни жителей? А что-то это вообще как-то как-то странно. Да, нет? Почему нет деревни жителей? Вот почему нет деревни жителей? Ну, просто вот. Ай, так. Вроде там как-то тихо, спокойно. Давайте я аккуратно обойду этот пост мародеров. И по пути я вижу какую-то огромную пещеру. А есть ли смысл сюда заходить? Либо я... Либо я найду сейчас приключение на свою опу. Да, наверное, я сейчас там найду приключение на свою пятую точку. Поэтому я аккуратненько оббегаю этот пост мародеров. Давай, 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 сестра Штюпро, давай веселее. Оббегай пост мародеров. Ух, а там друзья уже меня заприметили. Они меня заприметили. Сейчас моя опа здесь, наверное, подгорит. Я не знаю. Блин, они меня заметили. Они сейчас побегут за мной. Я надеюсь, что они меня не догонят. Как вы думаете? Делайте ставки, друзья. Догонят меня мародеры или не догонят. Я надеюсь, что они меня не догонят. Вроде как бы отстали. Но что самое удивительное. Деревни жителей-то по факту нету. Где, где? А, вот, вот, вот в том. Вот. Я увидела, смотрите. Вот в том районе я увидела деревню жителей. Все, я добегаю до того района. Ну, просто как-то расположение, да, постмародеров. Деревни жителей вообще абсолютно далеко расположена. Но расположена она в очень-очень таком красивом месте. Друзья, смотрите. Деревня прям, ну, вообще топовая, классная. Причем тут горы. И, кстати, я не была в этой деревне, друзья. Напишите мне в комментарии по данным видео. Я не была в этой деревне? По-моему, я не была. Потому что, ну, как бы, вот такую красивую деревню, да, большую. Вроде, вроде расположена она так холмиста. И, как бы, наверное, я все-таки в этой деревне не была. Я надеюсь, сейчас пока не наступила ночь, я добегу до этой деревни. И все будет хорошо и топово. Ай, давай, сестра, стивопро. Уже начинает, кстати, темнеть. Ну, вот реально уже, уже вот наступает ночь. Вот деревня, деревня расположена. Она нереально в таком красивом месте, друзья, расположена. Блин, начинается еще до кучи дождик. Я надеюсь, что все-таки, я думаю, что я все-таки успею добежать. Но я просто должна успеть добежать. У меня нет других вариантов. Я по-любому сейчас добегу до этой деревни. Расположена в красивом месте. Я прям вот обожаю, когда вот такие вот нереально красивые пейзажи, да, вот прям со стороны. Ну, смотрится красиво. То есть, смотрите, огромные горы, а вообще нереально огромные горы. Здесь небольшая такая речка, ну, и речка эта выходит как раз в океан, да. Вот, получается, можно будет путешествовать даже по океану, поискать там какие-то клады и все такое. Если я, конечно, еще останусь жива до этого времени, поскольку, блин, режим-то хардкорный. И здесь как-то будет, конечно, выживать достаточно сложновато. Ну, друзьяшки, давайте я немножко, ну что, пробегусь по этой деревне, и вы зацените, и, ну, скажете, как вообще нормально место, если я здесь вот останусь жить. И уже со следующего, со следующего периода, то есть, со следующего дня, это уже у нас будет пятый день. И как бы, ну что, что, остаться мне здесь жить или все-таки, ну, не знаю. По мне, конечно, расположение очень-очень хорошее, красивое расположение. Я в плане того, что можно ли здесь остаться выживать или все-таки идти куда-то путешествовать дальше. Либо мне вообще, может быть, сделать реальный челлендж, допустим, 100 дней просто путешествий в мире Майнкрафта, потому что уже, уже 5 дней я пропутешествовала. В общем, напишите мне вообще про это в комментарии под видео, я прям буду очень ждать. Может, реально просто сделать челлендж о путешествии там в Майнкрафте, 90 уже 8 дней, даже не 98 дней, у меня уже осталось 97 дней, да. Получается, я, я уже прожила сколько-то дней, и у меня осталось совсем ни о чем. Так, мой любимый крипер, надо держаться от него подальше. В общем, друзьяшки, смотрите, деревня такая достаточно огромная, несмотря на то, что, ну, здесь, конечно, нету кузницы, там и все такое, ну, да ладно. Само расположение этой деревни мне понравилось, хорошее, красивое расположение деревни, я думаю, что здесь вполне можно пожить. В общем, друзьяшки, я жду от вас обратной связи. Напишите мне в комментарии по данным видео, во-первых, напишите мне, остаться ли мне выживать в этой деревне, и напишите мне по второму вопросу, может быть, мне просто сделать путешествие в мире Майнкрафта 100 дней, вот. Так что, друзьяшки, на сегодня данная серия завершается. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, друзьяшки, вы все топчики, и всем пока-пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok